Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у меня магическая, непонятная какая-то коробка в руках, потому что это новый выпуск нашей любимой рубрики БОКСИНГ от Дарьи! Ну а перед тем, как ее распаковывать, у меня к вам очень важный вопрос. Как у меня новый маникюрчик? Мне кажется, очень круто, прям гранж! Йоу, привет, медведь, молодежь! И недавно на Алике я заказала Калимбу, что это такое, с чем это едят, как она звучит, сегодня мы с вами будем это все узнавать. И в этом нелегком деле нам поможет наш любимый ножичек. Ножичка СМР! На самом деле, немножечко помята коробка. Я надеюсь, что с самой Калимбой все хорошо. И перед тем, как мы ее раскроем, настроим и будем играть, хочу проснить один момент, потому что у вас возникнет сейчас, наверное, вопрос, типа, Дарья, ты заказала ее с Алиэкспресс, но ты мне запрещаешь заказывать укулелье с Алиэкспресс. Почему так? Ну, во всяком случае, смотрите, мой ответ таков. Укулельки, они более профессиональный инструмент, то есть у нее диапазон музыкальный намного больше, чем у Калимбы. Я Калимбу не нашла, ну, по крайней мере, подходящую, которая мне понравится в музыкальных магазинах. И я такая думаю, а почему мне не потратить полторы тысячи рублей и не заказать Калимбу? Может быть, она даже сейчас стоит дешевле. Вы посмотрите, если что, я ссылку вам в описании оставлю на эту Калимбу. Друг захотите, тоже приобрести. Давайте мы ее откроем с вами. О-о-о! Я уже вижу, что тут прям, походу, целый комплект. Тут у нас идет в наборе Калимба Сонгбук. Так, тут у нас расписано, что она, как и с чем она состоит. Все, естественно, на аналитчанском. Также тут различные настройки, в зависимости, сколько у вас язычков у Калимбы. Как я поняла, у этого инструмента бывает 5, 10, 15, 17 и 21 язычок. То есть, там, чем больше язычков, тем больше у вас нот есть, которые игручие, скажем так. Быстренько я смотрю, чтобы вам более-менее потом рассказать, показать, как она не играть. Тут есть табы. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Ну, короче, все понятно, тут есть какие-то табы, которые можно поиграть, но я думаю, мы будем учиться с вами играть по нотам. Еще тут в комплекте идут, я так поняла, нотки. Я, единственное, пока не совсем понимаю, куда их и как лезть. Ну, вот эти буквы-то я знаю, потому что это буквы на обозначение, а вот это красное и зеленое не совсем понимаю. Это флактус. Да, если что, если вам интересно изучать этот инструмент вместе со мной, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Напишите, вообще, интересно ли вам эта тематика. То есть, вам, может быть, только нравится укулилька, я вам тут с этой калимбой пришла, такая, здрасте. Так, ну, наклейки, потом разберемся чуть позже. Боксинг от Дари. Давайте, перед тем, как мы ее вообще начнем изучать, расскажу, что это за инструмент. Он относительно недавно стал популярен на просторах России и СНГ, где-то, может, меньше года назад. Это африканский музыкальный инструмент. У него звук, знаете, как будто музыкальная шкатулка, либо на шарманке играется. То есть, сейчас я звякну, вы поймете, о чем я говорю. Так, дальше тут... О, такой хороший мешочек. Прям такой плотненький. Пахнет даже не китайщиной. Прям плотный, добротный мешок. Ее можно сюда положить. Как бы, видите, даже у калимба есть чехол, а у многих у вас, у которых есть укулеле, чехла нет. Почему? Купите хотя бы чехол для укулеле, потому что мешочек-то для калимбы есть. Салфеточка. Тоже не пахнет китайщиной. Мне это прям нравится. Салфетка, видимо, ее протирает. Ну, давайте мы протрем вообще очки для этого. Потому что у меня очки что-то немножко загрязнились. Ну-ка. Ну, чисть хорошо. Самый лучший обзор калимбы эвер. Дальше у нас тут идет в комплекте молоточек для настройки. Когда мы Александру дарили ему на день рождения тоже калимбу, вот после этого я захотела себе такую же. У него не было в комплекте молоточка. Он настраивал ее при помощи молотка для мяса. Мы с этим молотком для мяса все, между прочим, и настраиваем, и вбиваем гвозди. Ну вот, тут есть в специальном комплекте молоточек для настройки. И сама калимбочка. Сейчас, секунду, я посмотрю. Есть ли тут еще что-то? Нет, нет. Ну, кстати, это обратно упакованная. Единственное, что помятая коробка, но остальное все нормально. Итак, сама калимба у нас выглядит вот таким вот образом. Даже что-то написано. Хауру Калимбы Классик. Вот, пожалуйста. Я вам покручу-поверчу. Какие-нибудь все девочки. А я не знаю, настроена она или нет. Ну-ка. Прикольно. Ну, прям вот эта штучка дребезжит, потому что тут нет резонаторного отверстия. Как я поняла, бывают калимбы с резонаторным отверстием, вот с этим круглюшком. Бывает без резонаторного отверстия, но дребезжит она знатно. Ну, в плане, я имею в виду, вибрация дерева. Давайте прям вот сейчас сделаю немножечко СМР, вы поймете, о чем я говорю, что за вибрация тут. Единственное, я не совсем понимаю, как на ней пока играть, но в плане я понимаю, что можно играть по нотам, потому что тут вот есть такие обозначения. И я таки думаю, но я знаю ноты, и скорее всего я буду больше играть по нотам, чем по табам для калимбы. Хотя, в принципе, я могу вас научить и так, и так. Давайте я сейчас найду какие-нибудь ноточки, или по-другому табы, и на ней что-нибудь продемонстрирую. Боксинг от Дарри. Не прошло и пяти минут, и смогла сыграть одну мелодию, и сейчас я вам ее продемонстрирую, и я посвящаю ее одной даме. Прикольный инструмент, нужно играть большими пальчиками, как я поняла, но единственное, у кого сильно длинные ногти, у вас будет такое вот клацание. Если вы когда-нибудь играли длинными ногтями по клавишам фортепиано, вы понимаете, о чем идет речь. Еще такой факт, что этот инструмент мажорный, то есть он в одном мажоре настроен, и тут нету никаких знаков диеза и бемоля. Для кого-то это покажется, ох, как хорошо, но для меня такая аааа. И скорее всего, чтобы сыграть все, мне придется искать нужную тональность для калимба. Но это, знаете, такие уже музыкальные заморочки. Кто вообще не имеет представления о музыке, музыкальной теории, о музыкальном образовании, вообще не заморачиваться. Этот инструмент настроен таким образом, что вот вы будете рандомно играть любую клавишу, любой вот этот язычок, у вас будет получаться музыка. Боксинг от Дари. Если вы тоже играете на калимбе, то кидайте мне какие-нибудь там разборчики или немножечко... Объясните, зачем мне вот эти красные и зеленые штуки? Куда мне это крепить? У меня нету знаков диеза, бемоля. Тип, я не понимаю. И вот такой момент. Для меня она звучит вроде бы настроена, но нужно ее будет настроить по тюнеру какому-то специальному. Если что, я вам отыщу и могу сделать отдельный разбор, отдельный видос по настройке этого инструмента. Я думаю, вам это будет интересно. И если вы не хотите сильно заморачиваться, но вас интересует каким-то боком музыка и вы хотите что-то там по-троникам поиграть, можете попробовать калимбу. Недорогой инструмент, тем более вот в каком-то комплекте из дерева. Это прям хороший такой кусман дерева, потому что он, во-первых, тяжелый, и я прям ощущаю, что тут нету внутри какой-то полости. Это хорошо для инструмента, потому что инструмент, чаще всего, хорошее позвучание сделан из дерева. В целом, блин, прикольно поиграться, позалипать. От себя я ставлю лайк. Ну а теперь вы, если вы тоже после этого обзора захотели себе калимбу и поиграться что-то тут там, то я сайлом ссылку прикрепила. Заходите, чекайте, приобретайте. Кстати, знаете, что я заметила? Она же ведь реально звучит, как музыкальная шкатулка. Только она очень гибкая, то есть в музыкальной шкатулке сразу закладывали какую-то мелодию. Ты крутишь вот этот вот бегунок, и она прокручивается. А тут ты сам можешь создавать музыку, хоть Гарри Поттер своего любимого играйте, ради бога. Но вот, знаете, мне интересно, а тут можно играть только мелодии или аккорды тоже? Потому что это было бы очень забавно, уметь играть здесь аккорды. Так, а как это? Ну, по сути, если взять, например, аккорд до, там же в составе аккорд до ми-соль, то есть до ми-соль. Ну вот аккорд. А вот играет интересно аккордами на ней, вот пока для меня загадка. Вот это был такой вступительный, непонятный, сумбурный, как всегда, видос с анбоксингом о Даре. Ставьте лайки, комментируйте, пишите свои хотелки по Колимбии. Может, у меня дойдут руки, я вам сниму какие-нибудь разборчики по Колимбии и объясню, как на ней можно учиться играть. В принципе, я пока нацелена, чтобы вам что-нибудь показать и рассказать про данный инструмент. Я понимаю, укулелька все любят, укулелька никуда не уходит, это просто, чтобы Дарья разнообразилась и не закислилась со своей укулели. Ну, а с вами я на сегодня буду прощаться, буду дальше учить какие-то мелодии. Чувствую таким темпом, что Дарья будет не только шарить по укулеле, но и по Колимбии. Прям полнейший смр ноготочками. Ну, а на сегодня у меня все, обязательно поставь свой лайк, подписывайся, пиши комментарий. Можешь также поддерживать все мои труды и старания по укулеле, по Гиталеле и по Колимбии своей подпиской на Бусти или на Данаталерс. Ну, или можешь просто приобрести мой мерч. Вот знаете, мне кажется, мне и мерч придется делать теперь не только под укулеле. Какие проблемы! Ну, если что, в конечной заставке я прикреплю плейлист с анбоксингом Геодаре, обязательно посмотри. Все, не прощаемся. Я только что сказала не прощаюсь и сказала пока. Ладно, все.